Привет, друзья! Думаю, не нужно говорить о том, что многие из нас жалуются на свою жизнь и на всё то, что их окружает. Грязные улицы, шум города под окнами, серые и ничем не примечательные панельки многоэтажек и многое-многое другое. Ну и, конечно же, до боли унылые и жуткие подъезды, которые встречают почти каждого из нас с работы и ежедневно туда провожают. Но, увы, все мы привыкаем и даже думаем, что так и должно быть. Ведь жаловаться смысла нет, а если это никому не нужно, то мне и тем более. Но в то же время, друзья, есть ещё люди, которые показывают нам своим примером, что для того, чтобы сделать мир немножечко лучше, просто необходимо двигаться к поставленной цели. И даже всего один человек способен изменить жизнь десятка людей в лучшую сторону. И, к слову, для этого вовсе не надо быть Бэтменом. Сегодня я вам расскажу о человеке, который смог доказать, что даже привычное, серое и стандартное можно превратить в нечто невероятно красивое. Но обо всём по порядку. Эта история берёт своё начало ещё в 2001 году. Именно тогда Константин Николаев, театральный художник-оформитель, приобрёл квартиру в самом обычном панельном доме в городе Ростов-на-Дону. Для талантливого человека, который мыслит креативно, было очень тяжело ежедневно ходить по унылому стандартно оформленному подъезду, который, ко всему прочему, не видел элементарного ремонта уже очень давно и не славился своей чистотой. Сказать, что подобное окружение угнетало мужчину, не сказать ничего. Да и соседи тоже были не в восторге. Но, думаю, как многие из нас поймут, все просто закрывали на это глаза. Мол, это не моё, а общественное. Так пусть кто-то другой и наведёт тут порядок. И, к слову, пока остальные ждали чудо с небес, наш герой решил в одиночку всё изменить. Моё детство прошло в таком же жутком подъезде, как и миллионы других в нашей стране. Он встречал и провожал меня на протяжении более 30 лет. И когда я наконец-то смог купить себе отдельную квартиру, то решил, что теперь всё будет иначе, а именно красочнее, чем в моей прежней жизни, рассказывал однажды Константин Николаев. И именно так засучил однажды он рукава и приступил вносить изменения, как в интерьере квартиры, так и в самом подъезде. Благо соседи на тот момент были не против. Константин вспомнил, как ездил в Италию и как его поразили изысканно оформленные парадные многоэтажек. Он подумал, а почему бы ему не занять опыт итальянцев и не превратить унылые лестничные пролёты в настоящее произведение искусства. У него возникло непреодолимое желание устроить нечто подобное у себя в доме. Нечто, что будет напоминать по красоте Италию. Но вот только всё это будет в Ростове-на-Дону. И так получилось, что решительный настрой и целеустремлённость мужчины сделали своё дело. Работы было много. Сначала он подготовил поверхности, потом положил на пол плитку и приступил за роспись стен фресками. А уже после этого он даже занялся репродукцией картин великих художников. С лепниной Николаев работал впервые, поэтому этот процесс отнимал у него наибольшее количество времени. «Чтобы лепнина вышла качественной, хорошей структуры и цвета, мне пришлось учиться новому и оттачивать своё мастерство. Но полученным результатом я остался доволен», – рассказывал Константин. Фактически он всё это делал впервые, не имея навыков и знаний. Сейчас, глядя на всю эту красоту, даже сложно себе представить, что этому незаурядному мужчине понадобилось долгих 10 лет, чтобы превратить обычные стены лестничных проёмов практически в музей. В итоге обычный многоэтажный дом стал похож на сказочный замок. Николай в работе соединил несколько техник, поэтому во всём оформлении не просматривается какое-то определённое направление. В итоге получилось небывалое разнообразие. С одной стены на нас смотрят венецианские улицы, а с другой – пейзажи. Повернёшь голову левее – вас приветливо встречают кованые металлические аксессуары на лестнице. А повернёшь правее – очаруют гипсовые фигуры в стиле барокко. Кроме этого, в подъезде были установлены огромные зеркала и различные полотна. На самом деле работа была колоссальной и при этом требовала не только времени знаний, но и, конечно же, финансовых вложений. Думаю, говорить не нужно, что далеко не каждый бы решился сделать такое за свой счёт. Но, друзья, теперь, как говорится, от фантазии к реалиям. Несмотря на то, что мужчина тратил огромное количество своего времени и иногда работал выходные напролёт, как оказалось, его затея нравилась не всем. Даже больше. Некоторые соседи были в негодовании. Почему? Всё очень просто. Как рассказывал сам мастер, «Мне иногда было смешно смотреть за реакцией моих соседей. С самого начала, как только я приступил укладывать плитку на полу первого этажа, соседи проходили торопливо и не смотрели даже мне в глаза. Они просто боялись, что я начну с них требовать деньги за плитку. Ну и за свою работу, естественно. Они, наверное, даже не могли и представить, что в наше время и в нашей стране кто-то может делать что-то просто так. Для всех», – с улыбкой говорил мужчина. Позже жильцы стали шептаться между собой о том, что мужчина за это великолепие может потребовать с них денег. А вкладывать в задумку, хоть и красивую, как оказалось, никто не желал. Тогда же нашему герою даже пришлось написать небольшое объявление, где он всех успокоил и сказал, что денег требовать не будет. После чего соседи выдохнули с облегчением. На сегодняшний день люди, живущие в этом доме, не просто радуются, но и гордятся тем, что живут рядом с таким великим и талантливым человеком. Они благодарны ему, что он подарил им возможность жить в таком фантастически прекрасном и красивом месте. Такой подъезд неприметной девятиэтажки в одном из спальных районов Ростова-на-Дону культурно потрясает абсолютно всех. Здесь вас встретит неистовая эклектика из гипсовых барельефов, виды венецы в золочёных рамах, картины по мотивам Левитана и Моне, да и множество иных произведений искусства. Поначалу Николаев творил красоту сам в одиночку, но со временем к нему присоединились единомышленники, которые помогали ему как материалами, финансами, так и своими руками. Но, к сожалению, недоброжелатели найдутся всегда. Так и случилось в ситуации с нашим героем. Нашлись такие, кто был против такого преображения и даже втянули Константина в судебные тяжбы за то, что он самовольно обустраивает общую домовую территорию. Странно, но факт, этим недовольным гражданам было лучше жить в сером стандартном подъезде, который нагоняет тоску, нежели наслаждаться красотой, которую сотворил Николаев. Но как бы там ни было, им даже удалось выиграть суд. После нескольких судебных заседаний районный суд установил постановление об уничтожении этого самовольного искусства и призвал возвратить всё к первоначальному, пусть даже и убогому, но стандартному и привычному виду согласно нормативам строения. Константин Николаев и его сторонники не могли этого позволить и решили отстаивать своё. Они заручились помощью активистов, привлекли журналистов и начали вести борьбу за то, чтобы не уничтожать те творения, которые приносят лишь радость и положительные эмоции. Общими усилиями удалось даже на свою сторону переманить мэра города Ростова-на-Дону. И в итоге было отменено решение суда первой инстанции и призвано сторонам прийти к мировому соглашению. Было отмечено, что Николаев никогда не требовал денег у своих соседей, работал тихо и никогда никому не мешал. А если помощи поступало, то она была добровольной, а не по принуждению. В общем, практически все финансовые траты упали на создателя этого художественного комплекса. И хотя хлопот было много, но суд прошёл для Константина не только с негативными последствиями, но и принёс несколько положительных моментов. О творении Николаева стало известно не только в его городе, но и даже за пределами страны. Журналисты высмеяли разбирательство в суде, назвав иск просто кощунством. Даже несколько зарубежных изданий написали об этом, высмеяв абсурдной ситуации. На сегодняшний день ростовский подъезд, который последнее время был у всех на слуху, стал даже местной достопримечательностью. Люди приходят его фотографировать, и нередко сюда заезжали даже молодожёны. Кроме того, в самом подъезде теперь чистота и порядок. Интересно ещё и то, что чиновники, которые боролись за такое самоволие, совсем недавно при создании нового отдела культуры наградили Константина Николаева за создание удивительного арт-подъезда знаком отличия, за заслуги перед городом Ростов-на-Дону. А как говорят сами жители этого дома, на сегодняшний день, поднимаясь с первого по девятый этаж, хочется делать это медленно и не спеша. Появляется желание остановиться и разглядывать каждый созданный архитектором элемент, очаровываясь его великолепием. Друзья, а как вам такая идея художника? И понравилась ли вам его работа? Пишите об этом в комментариях. Также рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, где много всего интересного со всего мира. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok